Друзья, перед началом этого видео хочу вам напомнить про наших друзей из 1xbet. Высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа, а также множество спортивных дисциплин. Все это и многое другое у наших друзей из 1xbet. Все ссылочки будут в описании. Мы тогда когда с вами проводили подкаст в нашем эфире, у вас получается там бой только намечался, если не ошибаюсь, в Красноярске. Потом с Таниславом Гласенко разговаривали, он также это все анонсировал. Не совсем успешно вроде бы завершался? Да, совсем не успешно. Расскажите, что как получилось, что не получилось или просто какая-то стечение обстоятельств? Да, вышел, разбалансированный, расхлябанный. Вроде как не придал значения сопернику. Короче, сам виноват. Ну, извлек ошибки. Вот сейчас 3 мая у меня будет бой в городе Томске. Ну, а где? Расскажите, анонсируйте его. Бой будет с бойцом с командой Golden Team. Юрик Смайян. Промоушен, по-моему, Симур Керимов. Не знаю, короче, вот они там будут делать бои. Вроде как Москва-Сибирь. Что-то такое. Главный бой вечера будет. А дата когда еще раз? 3 мая. 3 мая. Да. А подскажите, вы за это время успели немножко повзрослеть? Ну, получается, когда мы опять же разговаривали, у вас после этого уже исполнится день рождения. Сколько вам для зрителей, расскажи? 44 года исполнилось. Как в итоге? То есть, опять, до сих пор где черпаете мотивацию? Я так понял, несмотря на то, что не совсем удачно совершил крайнее выступление, оптимизма и сил, как бы, они нескончаемы. Еще больше придало мне это мотивации, потому что разозлился на себя. Очень сильно разозлился на себя. И я думаю, в этот раз я покажу хороший бой. Так же та же рисовая остается? То есть, ничего не решили? Да, да. Но я 84 всегда выступал, весил 82 кг. Бился просто с тарантовыми. Ну, вот, в 77 спустился. И в 5-й или 6-й год, наверное, там уже положил. Мы-то разговаривали с вами и затрагивали моменты, связанные с возрастными бойцами. И вот, ну, наверное, просто меня болельщики, зрители не просят, если не спрошу вас по поводу Федора Владимировича. Не совсем успешно, успешно был начат, не совсем успешно закончился финал Гран-при. И опять же, начались сразу вопросы. То есть, когда он побеждал, все нужно было продолжать, все вперед завоевывать полость. Столько поражений, как бы, такое досадное. Сразу завершать карьеру, на пенсию. Хотя, как бы, там, тот же Крокок бился до того, грубо говоря, какой-то серьезный проблем с здоровьем вступили. Что, в итоге, на ваш взгляд, как бы? Я очень большой поклонник Федора Владимировича. То есть, это для меня мотиватор очень большой изначально. На мой взгляд, на мой взгляд, это не желание сменить не цикл, не режим, а метод подготовки. Потому что уже его изучают, ну, понятно, не институты, но его изучают и изучили досконально. И знают все его грехи, все его ошибки, все его недочеты. Поэтому, я думаю, он должен поменять свой тренировочный подготовительный процесс. Просто кто-то, я не помню, из бойцов, то ли Орловский, то ли Шлеменко. Ну, кто-то, грубо говоря, чего мнение авторитетно, так скажем. Ну, сказал, что тот Владимирович спокойно может еще два-три года, если захочет выступать. Спокойно. Вообще спокойно. 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 Субтитры подогнал «Симон»